Привет! С вами Аноним. И первое хочу сказать то, что действительно проблемы существуют. Существуют проблемы, согласно которой есть определенная категория лиц, являющаяся априори, неприятной, сомнительной, которая вызывает сомнения, негатив, страх, отвращение и так далее. Тут необходимо понимать так, во-первых, в большинстве случаев люди, которые обладают определенным, скажем так, негативным намерением и преследуют вас, как-то значит, причинить вам какой-то вред, эти люди обладают более-менее приятной внешностью. Потому что понимают, что в случае чего, их и на них легко пойдет подавление, и они, значит, будут в первую очередь привлечены в качество подозреваемых любого происшествия. Более или менее адекватные люди всегда владеют хорошим или нехорошим методом. И вам никогда не покажется, что эти люди хотят жить в дом. Это первое. Второе. Значит, люди одетые нерастливо и выглядящие подозрительно, ведут соответственный образ жизни, они физически не приготовлены. Они, значит, подвержены рядом, подвержены ряду негативных воздействий со стороны, со стороны, значит, всевозможных наркотиков, алкоголя и прочего. Это на них влияет. Соответственно, от такого человека вы всегда совершенно спокойно сможете убежать. Просто потому, что благодаря его образ жизни он не сможет с вами справиться. Но, как вы, наверное, знаете, проблемы существуют достаточно с ботфанами, и люди, в частности девушки, относятся к этому несколько легкомысленно, потому что думают, что их не тронут. Но, на самом деле, это заключается в том, что зло все-таки причинить не могут, и может причинить зло даже наркоман, даже человек, выглядящий нерастливый и так далее, и на этот шорт, если вы не планируете встречаться с мужчиной, если вы не планируете не быть одной, а планируете все-таки проживать в одиночестве, то желательно заботиться с медланными средствами самообороны, которые достаточно легко, значит, получить. В первую очередь, это просто общая физическая подготовка достигается, совершенно элементарно, посещение бассейна, занятие фитнесом и так далее. В случае чего вы сможете и отпор дать, и координация движения будет хорошая, и, значит, убежать, если что, вы сможете. Если этого вам кажется мало, и таких людей вы видите часто, то кроме всего прочего, то есть кроме обращения в милицию, так как в милиции, да, в милиции можно сделать заявление о том, что вот в таком-то месте часто появляются, ну, появляются наркоманы, вот. Кроме заявления в милиции, можно написать у нас лекции самообороны, где вас там обучат, обучат элементарным приемам, элементарным приемам бокса или какой-нибудь другой борьбы, и тогда вот можно совершенно, совершенно спокойно дать отпор большинству вот таких вот людей, потому что ничего общего, конечно, в профессиональном деле боя не имеют и легко вам проиграют. Благодаря этому вы получите неплохое физическое развитие, уверенность в себе, смелость и, наверное, вне зависимости от ситуации. Потому что чисто теоретически вы, опасаясь такого вот вмещаться в свою жизнь, вы можете, ну, совершенно спокойно, например, начать строить отношения с мужчиной, просто чтобы он был с вами рядом, при этом упуская из виду, соответственно, чувственные составляющие. Вот чтобы этого не было, чтобы вы все-таки были, как можно, более независимы, а вы идете в этом направлении, можно принять в сведения данные факты, которые были описаны выше. И тогда бояться вы не будете. Кроме того, очень важно знать следующее. Люди, которые, значит, обладают подобными их качествами, наркоманы, пьяницы и так далее, они, как правило, действуют по животному инстинкту, по животному закону. То есть нападают за того, кто им представляет слабым. Соответственно, если вы не будете выглядеть слабо, если вы будете уверены, если вы не имеете походки, если вы никак не дадите понять, что человек вас как-то пугает, он никогда на вас и не нападет. Просто потому, что видеть сразу уверенность в себе, значит, способен дать отпор. Такие люди очень слабые, очень слабые душевные и при малейшей опасности, если чёртвы, что кто-то сильнее, они моментально дают задний ход. В этом случае вам необходимо просто сконцентрироваться на какой-то одной точке, желательно на чем-то, что вы видите впереди, не оборачиваться, не смотреть на него, просто как будто бы нервный час. И такое поведение, такая позиция тоже поможет вам избежать ненужных конфликтов и контактов. Потому что если, допустим, вы ускорите шаг, если вы посмотрите на этого человека больше, чем нужно, если вы как-то ещё дадите понять, что боитесь, что на вас, то у него тут же моментально оботребится инстинкт охотника, а вы моментально проведете жертву, и вот тогда будет уже довольно-таки печально, если не будет подготовки. Вот, соответственно, такие вот рекомендации помогут вам обрести в себе уверенность и не бояться этих людей. Пока, желаю вам всего доброго, удачи, если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в уличку, всегда помогу, все объясню, расскажу.